Есть граница, которая проходит в нашем мире через каждую страну и делит ее на две неравные части. В одной находится сверхбогатое меньшинство, а в другой – бедное и нищее большинство. Эта незримая граница часто становится видимой и даже осязаемой. Но что именно ее создает? Почему одни крайне бедны, а другие сказочно богаты? Главный источник богатства – средства производства. Фабрики, заводы, сельхозугодья, карьеры и нефтяные вышки. Но сами по себе предприятия, без людей, которые на них работают, не могут быть источником прибыли. Богатство создают своим трудом наемные работники. Плоды их труда присваивает себе владелец предприятия. Работникам достается лишь подачка в виде зарплаты. Именно институт частной собственности на средства производства делит общество на два основных класса. Первый – капиталисты. Те, кто владеет крупными предприятиями, банками и торговыми сетями. Второй – пролетариат. Рабочий класс, друженики. Непосредственно производящие материальные ценности, но не владеющие средствами производства. В широком смысле пролетариат – это все, кто работает по найму и занят трудом, приносящим прибыль частному собственнику. Конечно, существует и мелкая буржуазия, так называемый малый бизнес. Однако эта социальная группа крайне неустойчива. Маленькие хозяйчики постоянно балансируют на грани разорения, часто теряют свое небольшое дельце и пополняют ряды пролетариев. Единицам из тысяч удается остаться на плаву и начать паразитировать на чужом труде. Часть творческой и технической интеллигенции получает более высокие гонорары. Она выполняет роль своеобразных надсмотрщиков и проводников идей, которые выгодны крупному капиталу. Но в большинстве своем интеллигенция – врачи, учителя, технические специалисты – живет от зарплаты до зарплаты, как и все остальные трудящиеся. Даже формально государственные предприятия работают, по сути, как частные фирмы и нацелены исключительно на извлечение прибыли. Их рядовые сотрудники зарабатывают немного, в то время как топ-менеджеры получают баснословные вознаграждения. Да и само государство со всеми его институтами на деле принадлежит правящему классу. Неважно при этом, что провозглашены равные права для всех. В конечном итоге только количество денег на счету гражданина определяет условия его жизни, качество образования и медицинской помощи. В России 21 миллион человек живет за чертой бедности. Каждый четвертый ребенок нищий. По данным исследований, 75% россиян не хватает денег до зарплаты. У населения колоссальные долги по кредитам и коммунальным платежам. При этом страна может похвастаться десятками постоянно богатеющих долларовых миллиардеров. Трем процентам наиболее обеспеченных граждан Российской Федерации принадлежит приблизительно 90% всех денег в стране. Разрыв между доходами бедных и богатых увеличивается в большинстве стран планеты, а то, что называют средним классом, стремительно исчезает. Это общемировая тенденция. Вряд ли такое положение вещей можно назвать выгодным для большей части населения. Как же угнетателям удается удерживать свое господство в обществе? Мы уже отметили, что правящему классу принадлежит государственная машина. Его власть удерживается законами и силовыми структурами. Так называемые свободные выборы по большому счету лишь формальность. Крупный капитал, опираясь на финансовый и административный ресурс, легко приводит в парламенты и органы государственного управления своих ставленников. Однако всего этого для удержания власти недостаточно. Правящему классу требуется поддерживать среди рядовых тружеников такое состояние умов, чтобы они и не помышляли о другой жизни для себя. Нужно сделать так, чтобы невольники капитала спали наяву и не осознавали своих классовых интересов. Что усыпляет классовое сознание? В первую очередь сами условия жизни работающих по найму людей. Миллионы жителей планеты трудятся, чтобы свести концы с концами, иногда на двух-трех работах. У них зачастую не остается ни времени, ни сил для размышлений о своем положении. Они находятся в режиме выживания. Система образования и массовая культура не предлагают человеку думать о своем положении, а, напротив, примеряют с ним. Направляют к ложным, примитивным целям. Не ломай голову, приспосабливайся, потребляй, развлекайся, забудься. Они воспитывают благоговение перед богатством и частной собственностью. Человек не знает или не предполагает другого пути общественного развития. В системе социальных отношений для него есть только наемный раб и наниматель-рабовладелец. То, что средства производства могут находиться в общественной собственности, а труд можно организовать без эффективного менеджера, он себе не представляет. Но альтернатива есть, и она даже была реализована на практике. Поэтому и западным, и российским капиталистам приходится затрачивать огромные ресурсы на очернение советского строя, чтобы ни у кого не возникало адекватного представления о социализме. Правящий класс агрессивно навязывает обществу разнородную религиозность. Законы и нормы Конституции формально провозглашают светский характер государства. На деле же власть имущие так или иначе насаждают религиозность, вместе с которой в обществе распространяются идеалистические представления о мире, фатализм, покорность и подчинение эксплуатации. Разными способами у современного человека формируется аполитичность сознания. Энергия людей канализируется, направляется на благотворительность, помощь животным, борьбу с экологическими проблемами, личностный рост и тренинги. Люди занимаются чем угодно, но уходят от главного социального вопроса, касающегося напрямую всего человечества – капиталистического рабовладения. Множество ловушек расставлено для угнетаемой части населения и в политике. Националисты в качестве источника социального неустройства называют настоящее или надуманное национальное противоречие, хотя проблемы, связанные с тем или иным национальным вопросом, почти всегда порождаются капиталом. Трудовая миграция – средство удешевления рабочей силы, а межнациональная рознь помогает угнетателям паразитировать на рабочих разных национальностей по принципу «разделяй и властвуй». Либеральные политики предлагают заменить неправильных коррумпированных управленцев у власти на правильных и кристально честных. Таких же, как в ведущих странах западной демократии. При этом на самом Западе тоже много тех, кто жалуется на так называемый кумовской капитализм, засилие монополий, коррупцию и отсутствие конкуренции. Все эти явления капитализмом и порождаются. Смена лиц и фигур не только не изменяет сути самой системы, а чаще ухудшает положение трудящихся в результате очередного передела собственности. Сторонникам правильного капитализма противостоят группы, которые уже находятся у власти и ничего менять не желают. На их мельницу льют воду партии и общественные движения, делающие акцент на патриотизме и сохранении стабильности. Они призывают угнетенные классы к солидарности и сплочению со своими угнетателями. Сторонников этих политических сил мало смущает, что современная Россия – деиндустриализованная страна периферийного капитализма, главная роль которой в глобальной экономике – снабжать ресурсами развитые страны. Они с неохотой обсуждают постоянный вывоз капитала, офшеризацию, деградацию отечественной промышленности, науки, образования и здравоохранения. Или назначают виновниками происходящего агентов западных спецслужб и пятую колонну. Хотя кто эта пятая колонна, если дети действующих российских политиков, чиновников и госслужащих живут и учатся в странах так называемого потенциального противника, а журналисты государственного телеканала могут иметь вид на жительство и недвижимость в государствах НАТО? Кто пытался подсчитать, какая часть платежей граждан России за коммунальные услуги уходит в карманы к иностранным владельцам отечественных ТЭЦ и электростанций? Сколько иноземцев в советах директоров условно-российских компаний? Капитал не знает границ и не имеет родины. Вот и выходит, что условные либералы и такие же условные патриоты-державники борются за место у капиталистического корыта. И кто бы из них не одержал верх, победит в итоге капитализм. А результат будет одним и тем же – разграблений и разорений страны. Только одни будут грабить под великодержавными лозунгами, а другие – под либеральными. Ну и, наконец, есть силы, которые активно эксплуатируют левые настроения и ностальгию общества по прошлому. Они могут использовать советскую символику, называться социалистическими или даже коммунистическими. Но при этом в их политической программе нет ни слова о классовой борьбе, необходимости установления власти рабочего класса и перехода к социализму. Они будут ратовать за реформы в рамках сложившейся системы, протестовать, собирать подписи за или против чего-нибудь. Но делать самого главного – будить классовое сознание трудящихся и организовывать их для настоящей политической борьбы – они не станут. В нашей стране ситуация особенная. На постсоветском пространстве капитализм был реставрирован в результате предательства части партийной номенклатуры. Это был длительный многоплановый процесс, начавшийся еще в первой половине 50-х. Разрушение социалистического государства шло на всех уровнях – в экономике, в идеологии и в политике. Рабочему классу внушалось, что классовая борьба в СССР как таковая закончена, что социализм победил. Еще сохранялись важнейшие социальные блага, но от власти трудящиеся были постепенно отодвинуты. Завершился этот процесс поражением рабочего класса, восстановлением диктатуры буржуазии и расчленением Советского Союза. Практически все, за что советские люди в упорной борьбе отдали миллионы своих жизней, было утрачено. В последние годы идет активная ликвидация остатков некогда гарантированных социальных благ. То, что несколько поколений граждан СССР считали раз и навсегда завоеванными правами, было отнято и попрано. Цена за классовую литургию для жителей бывших советских республик оказалась огромной. Расплачиваться мы продолжаем до сих пор. И перспективы для народов нашей страны остаются нерадужными. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы это понять, когда природные богатства распродаются, вырученные деньги утекают за границу, а промышленность, наука и образование планомерно уничтожаются невидимой рукой рынка. Нарастающий вал социально-экономических и политических проблем, техногенных и экологических катастроф, заставляет население страны подниматься на защиту собственных интересов. Да, кто-то еще смиренно просит у власти милости, кто-то в отчаянии обращается за помощью к иностранным правительствам, а участие рабочих в сознании на таком уровне, что они умоляют американских империалистов отменить антироссийские санкции. Но есть и те, кто уже отстаивает свои права. Все чаще начинает звучать, казалось, уже давно забытое слово «забастовка». Трудящиеся разных профессий выдвигают не только экономические требования. Они хотят лучших условий труда, соблюдения техники безопасности, противостоят коррупции и воровству. Да, пока это еще региональная или цеховая солидарность. Но все более очевидным становится то, что у всех этих кажущихся несвязанными проблем корень один – капитализм. Труд обобществлен в наше время как никогда. В производстве каждого товара присутствует так или иначе работа тысяч и тысяч трудящихся всего мира. Человечество накопило невероятный объем научных знаний и технологий. Огромной мощью обладают его производительные силы. Казалось бы, решай глобальные социальные задачи. Дай всем достаточной еды, одежды, обеспечь медицинской помощью. Но производителям и торговым сетям выгоднее избавиться от продуктов, которые не удается продать, чем выстроить систему, при которой пища будет попадать на стол нуждающимся. Даже в странах первого мира растет число бездомных, нищает население, увеличивается разрыв в доходах между бедными и богатыми. Все, что производят рабочие, сами трудящиеся зачастую не могут приобрести на те низкие зарплаты, что платят им работодатели. Неминуемо возникает кризис перепроизводства. Чтобы приобрести необходимые товары, люди берут кредиты, зачастую на кабальных условиях. Надуваются и лопаются кредитные, страховые, ипотечные и прочие рыночные пузыри. Крупный капитал всегда разрешает накопившиеся противоречия за счет трудящегося большинства. Кризисы и войны запрограммированы самой капиталистической системой. И в каждой следующей глобальной войне, развязанной капиталом, людей погибает все больше, а уничтожают их все более жестокими способами. В Первую мировую были убиты миллионы человек. Во время боевых действий применялось химическое оружие. Во Вторую мировую счет погибших шел уже на десятки миллионов. Были написаны самые кровавые страницы истории. Чудовищные военные преступления, беспрецедентный геноцид, лагеря смерти и атомные бомбы, сброшенные на мирных жителей. Следующий глобальный конфликт может в первые полчаса унести миллиард человеческих жизней. Но даже если не произойдет планетарной катастрофы, большинство населения Земли ничего хорошего не ждет. Угнетение и эксплуатация будут только нарастать. Человек все больше будет превращаться в бесправный товар. Ухудшающиеся условия жизни будут толкать людей к сопротивлению и поиску ответов. И неизбежно, что все чаще люди будут обращаться к теории классовой борьбы, к историческому опыту прошлого. Крах капитализма предопределен заложенными в нем противоречиями. На смену феодализму когда-то с боем пришел капитализм. Точно так же класс трудящегося большинства обязательно возьмет верх над буржуазией. Прогресс неумолим. Но переход к социализму не будет спокойным, как это себе представляют наивные мечтатели. Не будет никакой мирной эволюции общественного сознания. Отживающие свой век паразитические классы добровольно от господствующего положения не откажутся. Они пойдут на любые преступления, чтобы сохранить свою власть и капиталы. Но чем сильнее давление на угнетенных, тем больше они сопротивляются. Это сопротивление не задавить репрессиями, не заболтать призывами к национальному единству и сплочению. От классовой борьбы не спрятаться в духовных практиках, не скрыться в экопоселениях, не спастись в своем маленьком бизнесе. Эту глобальную бурю не переждать в тихой гавани. Ни одна угроза, которую создает капитализм общественному благополучию и безопасности, не может быть преодолена в его рамках. Войны и перевороты неизбежны, потому что закон наживы утверждает право сильного на ограбление слабого. Вал экологических проблем будет нарастать. Пока разрушение природы приносит буржуи прибыль, он не остановится. И в 21 веке человечество не избавилось от нищеты, безработицы и бездомности. Все эти позорные явления запрограммированы самой экономической системой, главной в которой барыши частного собственника, а не всеобщее благо. Людоедская жестокость нынешних хозяев жизни в борьбе за рынки сбыта и рабочей силы не снилась даже тем, кого принято считать первобытными дикарями. В старину у нас было принято делиться, это было частью нашей сути и не только у аборигенов. Полагаю, всюду на планете люди были такими до появления денег. В моей культуре не было слова «мой», все было нашим, нашей общей собственностью, принадлежало всем. Но теперь у нас есть «я», «мне», «моё». Мы больше не отдаем ничего по велению сердца. Мы перестали делиться. И это стало... Это убивает нас, как человеческих существ, как общество, как род. Когда я говорю «род», я имею в виду весь человеческий род. Мы отказываем другим людям в крыше над головой в еде, лишаем их возможности выжить исключительно, исключительно из-за денег. Человеку, конечно же, не нужно возвращаться в доисторическое состояние. Но до тех пор, пока горстка толстосумов эксплуатирует трудящихся, наше общество по сути своей останется рабовладельческим. Лишь переход к общественной форме собственности на средства производства по-настоящему освободит людей и труд от власти капитала. Нет никакого третьего пути, нет золотой середины. Невозможно удерживать равновесие между телом и растущей в нем раковой опухолью. Или организм выздоравливает, или его пожирает болезнь. Либо власть принадлежит трудящемуся большинству, либо паразитическому меньшинству. Все уступки, которых добились рабочие, – результат многовековой классовой борьбы, и господствующий класс при первой же возможности стремится отобрать их. Вот почему одна лишь борьба за свои экономические интересы никогда не будет для трудящихся достаточной. Рабочему классу необходима вся полнота политической и экономической власти. А добиться освобождения от гнета он может лишь в борьбе во всех ее формах. У рабочего класса есть для этого и силы, и огромное преимущество перед паразитами. Трудящихся гораздо больше. К тому же у пролетариата есть теория и успешный практический опыт ее применения. В СССР рабочие доказали, что они могут прекрасно жить без богачей. В то время как за всю историю ни один богач не доказал, что можно наживаться без эксплуатации рабочих. Сознательная классовая борьба – это не порванная на груди рубаха, не беспощадный бунт или беспорядки. Настоящее освобождение начинается с научного понимания своих классовых интересов. Оно немыслимо без дисциплины и организаций, без солидарности трудящихся, солидарности в мировых масштабах. И увенчаться успехом эта борьба может лишь под руководством политической партии рабочего класса. Какой мир достанется в наследство нашим потомкам? Мир, где правят обезумевшие от роскоши и вседозволенности гламурные приматы, жирующие за счет миллионов обездоленных работников? Или общество, где отсутствует угнетение и деление людей на сорта? Где всякий труженик получает место под солнцем? Реальные, а не декларативные права и возможности реализовать собственный потенциал. Каждому человеку, вне зависимости от его происхождения и социального положения, придется делать выбор за справедливость против угнетения или за угнетение против справедливости. Остаться в стороне не получится. Остаться в стороне не получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова